В плане здоровья, необходимо всегда визуализировать себя в прекрасном состоянии и никогда не иметь никаких сомнений по поводу своего прекрасного здоровья. Как только у вас появляются сомнения, то вы начинаете испускать мысли противоположные тому, к чему стремитесь. То, что вы называете плохим здоровьем, на самом деле не свойственно человеческой природе. Просто, думая постоянно о нарушенном здоровье, вы пропитываете этими мыслями свое сознание, а значит и тело. Вы все время чего-то боитесь, только у вас появляется какое-то недомогание в теле, как вы тут же с испугом думаете о болезни. В общем-то, это нормально, так реагировать. Это свойственно человеку, но постарайтесь выйти за рамки такого функционирования. Отследите прокравшуюся мысль о болезни и предупредите ее разрастание в сознании, сказав, мое тело функционирует прекрасно, у меня крепкое здоровье. Если вы утверждаете, у меня прекрасное здоровье, то вы это и программируете в себе. Так вы сможете постоянно поддерживать программу крепкого здоровья. Если же вы говорите, все, я заболел, у меня болит и там, и здесь, то вы задаете программу плохого здоровья в себе. Необходимо понять и усвоить то, как вы функционируете в этом плане. Конечно же, прежде чем вы обретете прекрасное здоровье, вам необходимо отработать некоторые энергии, которые уже внедрены в вас, и которые необходимо преобразовать в энергии света. Поскольку ваши клетки пропитаны энергиями страхов и опасений предыдущих опытов жизни, то их следует перепрограммировать. А установить новую программу можно только при постоянном наполнии их светом. Те, кого вы называете учителями или великими посвященными, знали влияние мыслей и все вытекающие из этого следствия, им не нужны были лекарства, они исцеляли себя сами. Впрочем, им даже не нужно было исцелять себя, так как они всегда визуализировали себя совершенно здоровыми, как на уровне своих физических, так и на уровне тонких тел. Программа прекрасного здоровья задается не только на уровне физического тела, но и на всех уровнях сразу, в том числе и на уровне трех тонких и очень важных тел. Эфирное тело, эмоциональное тело и ментальное тело. Невозможно запустить программу отменного здоровья, пока душа погружена в страдания. Поэтому необходимо постоянно работать на сохранение мира и покоя в вас, удерживая их внутри себя. Если вы задаете себе программу здоровья, находясь в состоянии беспокойства, страдания и страха, то у вас ничего не получится. Программа здоровья не будет работать, так как вы не уравновесили себя внутренне. Вы недостаточно отпустили. Так что сначала необходимо проделать работу по осознанию и отпусканию. Работа эта творит чудеса, такие невероятные, что вы даже не можете себе представить. Мы повторяем, для успешной работы необходимо убирать все душевные страдания и ранения. Необходимо прислушиваться к себе и следить за своей внутренней жизнью. Сотрудники света, вас ждут опыты духовных переживаний. Конечно же, они будут разными для каждого из вас, ибо будут зависеть от уровня открытости вашего сознания. Иметь опыты духовных переживаний означает, вы получите более широкий доступ к пробужденности сознания, к возможностям лучше понять свою работу на тонком плане, а также почувствовать еще больше любовь, находящуюся глубоко внутри вас. Однако, если вы сильно расстроены чем-то, то вы не сможете почувствовать эти трансформирующие вас опыты, вы не сможете почувствовать свои указующие направления к большей открытости сознания на духовном уровне. Поэтому мы еще и еще просим вас, отпустите все, что было и чего больше нет. Отпустив свои прошлые проблемы, вы сможете максимально высвободить энергии, необходимые для построения того, чем вы становитесь, для построения своего нового будущего, своего нового становления. Когда вы слишком много думаете о прошлом, происходит потеря энергии, той энергии, которая вам так необходима в это время великой трансформации человека на всех уровнях. Мы добавляем в это время великой трансформации всей жизни на Земле, а также всей жизни в вашей Солнечной системе, в вашей Галактике и Вселенной. Все меняется. Мы уже много раз говорили об этом. Все постоянно меняется в направлении Вознесения. Творение постоянно меняется и каждый раз к лучшему, потому что Источник творит в направлении все большей красоты и совершенства. Свет будет проникать все больше и больше даже на низшее уровне, так чтобы все, что в настоящее время находится на низшем уровне, поднялось также на несколько ступеней вверх. Важно, чтобы вы могли двигаться вперед по новому пути, который открывается перед вами. Вы почувствуете его, вы услышите его зов. Со временем вам больше не захочется оглядываться назад, чтобы увидеть все то, что было прижито вами в этой жизни и в прошлых жизнях. Все ваше прошлое будет списано, в хорошем смысле, в соответствии с уровнем открытости вашего сознания, в соответствии с энергиями, которые вы получаете и которые способны интегрировать. Мы не хотим сказать, что вы не будете ничего помнить, просто все пережитые трудности будут зачтены, если вы стремитесь к открытости сознания, к принятию и к отпусканию. Главное заключается в том, что таким образом вы сможете рассчитаться с пережитыми трудностями вашего прошлого и ваших прошлых жизней.